Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И обсуждаем мы сегодня тему достаточно, ну, я бы сказала, наверное, аккуратную тему, потому что здесь есть и плюсы, и минусы. Многие, кто нас слушает сейчас, поймут, почему я так отзываюсь о теме программы сегодня. Мы поговорим о лишении родительских прав. И сразу представлю эксперта, гостя студии Ольга Юрьева, руководителя юридической службы, компании «Зуйков» и партнер, начальник юридического отдела. Да, Ольга? Да, здравствуйте. Доброе утро. Нашим слушателям я сразу озвучу номер телефона, по которому можно позвонить, задать вопрос. 65 10 99 6, код Москва 495. Мы находимся в прямом эфире. Обсуждаем еще раз, озвучу, лишение родительских прав. Такая узкая категория из области семейного права. И, кстати, на сайте finam.fm, на страничку программы «Формула права» тоже можно написать ваши вопросы, или мнение, или отзыв, или рассказать ситуацию. Мы постараемся все это озвучить и на вопросы, соответственно, ответить. Ну вот, Ольга, у меня сразу вопрос к вам такого, наверное, характера. Да, лишение родительских прав. Ну это как крайние меры наказания для родителей, в общем и целом. Да, вот что она из себя представляет, в чем заключается? Дорогие слушатели, нужно учитывать то, что, да, действительно, это крайние меры наказания, применяемые к родителям, которые злостно уклоняются от обязанностей по уплате алиментов. Только алиментов? То есть все, что угодно можно делать, главное — платить алименты? Нет, что касается родительских прав, у нас статья 69 Семейного кодекса содержит исчерпывающий перечень, когда родители могут... Вот какие они? Ну давайте, Ольга, я сейчас, почему немножко вас перебила? Я хочу сначала нашим слушателям рассказать, что это, а потом рассказать, когда это может с родителем случиться. Вы немножко начали с того, когда это может случиться, а давайте расскажем, что сначала, что это такое, в чем ограничивается родитель. Имеет ли он в итоге на что-то права, имеет ли какие-то взаимные права между ребенком, может, у ребенка наследственные права сохраняются, не сохраняются. Давайте расскажем вашим слушателям вот это. Хорошо, давайте тогда начнем с того, что в случае, когда родители лишаются родительских прав в отношении ребенка, происходит это только на основании решения суда. Да. Родители теряют всяческие права, во-первых, наверное, на воспитание, во-вторых, на наследство. Безусловно, у нас родители являются наследниками первой очереди. Даже если обязательно доля будет, неважно, да? То есть не может родитель за ребёнка наследовать. Не может. Почему? Потому что считается, что, собственно говоря, лечение родительских прав производится на основании виновных действий родителей, которые своего рода являются злоупотреблением по отношению к ребёнку. То есть основания у нас предусматривают как нарушение половой неприкосновенности ребёнка, как нарушение... Это потом. Давайте всё-таки вернёмся к тому, что же это такое. Так родители у нас лишаются не только прав, которые взаимосвязаны и указаны в семейном кодексе, право видеться, общаться, участвовать в воспитании и так далее. Право получать элементы от детей. Кстати, в старости, да, когда, говорят, очень часто ребёнок вырос, родитель, который к нему вообще никакого отношения не имел в его юности, в юности ребёнка постарел к этому времени и может требовать алимента. Вот такой родитель, лишённый родительских прав, не может этого сделать, да? Не может этого сделать. И выходят вот эти права, которых лишаются родители за рамки семейного законодательства, мы с вами уже вторглись в область наследственного, например, права, да? То есть даже не имеет права родитель наследовать за ребёнком, не дай бог, конечно, чтобы такая ситуация в принципе возникала, но тем не менее такого тоже нет. А ребёнок по отношению к родителю какие-то права имеет или всё, у нас они закончились? Ребёнок по... вот тут заблуждение многих, наверное, слушателей, большинства аудитории будет. Ребёнок имеет права на получение тех же алиментов, несмотря на то, что родитель лишается родительских прав, всё равно... Не лишается обязанности. Не лишается, да, не лишается обязанности оплачивать алименты и денежное содержание на содержание ребёнка. Почему говорю ещё о денежном содержании? Потому что в жизни случаются многие ситуации неприятные, иногда получается, что ребёнок становится инвалидом, и за пределами алиментных обязательств ему требуются, например, дополнительные расходы на лечение. Можно взыскать даже с родителя, лишённого родительских прав. То есть его ребёнок обязанности. А ребёнок наследовать может за таким вот родителем, мамой или папой, которых в свою очередь лишили родительских прав? В таком случае ребёнок не наследует. Вы считаете, что не наследует? Не наследует. Ну, не будем сейчас спорить, Ольга, потому что я как раз другой совсем точки зрения придерживаюсь. Но тем не менее, хорошо. Восстановить в правах можно. Кого? Лишили родительских прав родители, а я спрашиваю, за родителем ребёнок будет наследовать или нет? Если родитель, вот тот самый лишённый, собственно говоря, уйдёт из жизни, будет ли наследовать ребёнок за ним? В принципе, если он был лишён родительских прав, и если ребёнок каким-то образом общается и знает о доле открытой наследности, он будет наследовать. Но обычно получается ситуация, я почему сказала, что не наследует, родители не общаются с детьми после лишения родительских прав. Ну, мы сейчас не о пропуске срока говорим, да? То есть права у ребёнка сохраняются на наследство, а вот у родителя как раз нет. Нет. Ещё у меня такой вопрос, Ольга, к вам сразу. Скажите, пожалуйста, если у нас, у ребёнка один родитель, допустим, лишён родительских прав, это, кстати, может быть как мама, так и папа, в данной ситуации перед законом равны и тот, и другой родитель, усыновление, удочерение этого ребёнка производится каким образом? Нужно ли какое-то специальное согласие этого лишённого родительских прав родителя на то, чтобы вместо него кто-то усыновил, например, ребёнка, или были примены какие-то другие формы устройства детей? Вот как здесь происходит? В случае, если родители лишены родительских прав, оба, то согласия родителей не требуется. А если один? Если один, то, безусловно, требуется согласие второго, но чаще всего, конечно же, вот если брать судебную практику, то ребёнок после лишения родительских прав в отношении одного из родителей передаётся на воспитание другому родителю. Исключение составляет патронность. А другой взял и женился или вышел замуж, и вот этот замечательный второй человек хочет занять место отца или матери этого ребёнка. Вот о чём речь. То есть тогда вот этот условный наш замечательный человек, он не должен спрашивать того, кого лишили родительских прав. Совершенно верно, не должен. То есть у нас, по сути, в этой ситуации ребёнок, с одной стороны, а у него сохраняются, или давайте сразу тогда скажем, права какие-то по отношению к тому родителю, который лишён родительских прав? Или как только у нас появился, заменил его другой родитель, отец или мать, усыновил, удочерил, то про того вообще забываем, как будто его нет. Нет, ну по сути, если произошло удочерение или усыновление, то те связи прекращаются обычно. Безусловно, там никто не мешает общению, даже с родителями, лишёнными родительских прав, но это уже будет воля ребёнка совместная, и родители будут ли они это делать. То есть в целом у него новый родитель получается. Он, да, не биологический, а юридический, но новый родитель. Но мы не будем подробно останавливаться на вопросах усыновления удочерения. Мы сегодня, напомню нашим слушателям, говорим о лишении родительских прав. И, собственно, вот так получилось у нас немало времени рассказать нашим слушателям, а что в принципе в себя включает лишение родительских прав. Ну, кратко формулу я бы выразила следующим образом. Ольга, поправьте меня, если по вашему мнению я где-то ошибусь. Соответственно, лишается родительских только прав, но не обязанностей. Именно родитель, соответственно, все права сохраняются у ребёнка. А при этом родитель в старости не может потребовать алиментов и содержания от уже выросшего ребёнка. Соответственно, не может, не дай бог, наследовать за ребёнком, но всё это может делать ребёнок. Пока ребёнок несовершеннолетний, можно требовать алименты на его содержание с родителями, лишённых родительских прав, но впоследствии можно и наследовать в том числе за ним. А вот ещё кратко вопрос, Ольга, скажите, лишить родительских прав можно в любое время жизни или только пока ребёнок несовершеннолетний? Лишить родительских прав в основном можно только пока ребенок несовершеннолетний, потому что именно тогда у родителей существуют обязанности в отношении ребенка. В частности, одна из обязанностей, это тема нашей передачи, это уплата алиментов, соответственно, до 18 лет. Далее, лишение родительских прав, но, собственно говоря, оно и после 12 лет производится только с учетом мнения ребенка. И зачастую это мнение приводит к тому, что, несмотря на исковые заявления, поданные органами о их пекепопечительстве или прокуратуре, или, соответственно, вторым родителям, они остаются отказными. Почему? Потому что ребенок обычно, ну, дети, они добрее взрослых, они хотят общаться с родителями. В случае, если ситуация не является патовой, и второй родитель незаконченный, алкоголик или, допустим, непонятный. А социальная личность какая-то преступник. Да, дети возражают против лишения родительских прав, стремятся общаться с различными, там, несмотря на некие недостатки с родителями, и стараются поддерживать связи. Большинство таких исков, я вчера смотрела статистику, вот по прошлому году, из 10% поданных исков, 6% остаются без удовлетворения, 4% только удовлетворяются. Может, это и хорошо, это как расстрел, да, такой условный расстрел родителей, только единственное, если расстрел физически в качестве меры наказания по уголовному делу, то, к сожалению, в обратную сторону уже нельзя, а, кстати, между прочим, да, у нас же можно обратно восстановиться. То есть это вот отличие такое, аналогия у меня не совсем полная и правильная, потому что можно восстановиться в родительских правах, если родитель был лишен, да, правильно? Если родитель был лишен, да, и только в судебном порядке с доказательством, скажем так, отпадания тех оснований, которые послужили основанием для лишения родительских прав. И нужно сказать, суды, занимая достаточно мудрую позицию, зачастую отказывая первично в лишении родительских прав, они дают время на исправление родителю. И далее, если ситуация не исправляется, то повторно рассматривается. Ну, выиск, да, и тогда уже сложнее. Я напомню, лишение родительских прав обсуждаем мы сегодня в прямом эфире, мы сейчас выслушаем новости, буквально две минуты, и вернемся в студию. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня тему лишения родительских прав. Я напомню, что Ольга Юрьева, начальник юридического отдела ОЗУЙКОВ и партнер, находится у меня в студии, мы с ней вместе сегодня обсуждаем этот вопрос. Находимся мы в прямом эфире, поэтому нам можно позвонить. Телефон студии 65 10 99 6, код Москва 495, либо можно также ваш вопрос, либо комментарий, либо ситуацию написать на сайт финам.фм, на страничке программы «Формулы права». Ну и мы с Ольгой постараемся ответить на вопросы слушателей, прокомментировать ваши звонки, если они будут, еще раз 65 10 99 6. Ольга, ну вот мы с вами в начале программы обсудили, что такое лишение родительских прав. Это некая крайняя мера наказания родителей, когда он лишается только прав, но никаким образом не обязанности, при этом ребенок по отношению к этому родителю свои права сохраняет. И в отличие от крайней высшей меры наказания, допустим, в уголовном судопроизводстве, можно восстановиться в родительских правах лишенному родителю, если он также в судебном порядке. Это все только через суд происходит и только с участием органов опеки и попечительства. Если этот родитель сможет доказать, что, собственно, отпали те самые обстоятельства, как вы сказали в прошлой части программы, которые послужили первоначально лишению родительских прав. Мне бы хотелось нашим слушателям рассказать теперь второй момент. Когда же они, родители нерадивые, могут быть подвергнуты этой крайней мере наказанию, то есть лишены родительских прав. В каких ситуациях? Что должно произойти такого? Что должен родитель либо сделать, либо не сделать для того, чтобы он мог быть, по крайней мере, лишен родительских прав? Как мы с вами начинали уже обсуждать, главное в данных критериях это степень вины родителей, то есть это виновные действия, а не умышленные. Статья 69 Семейного кодекса содержит испчерпывающий перечень оснований для лишения родителей родительских прав. Это, в частности, отказ забрать ребенка из родильного дома, из лечебного учреждения, злоупотребление родительскими правами, столько обращений с детьми, что включает в себя в том числе физическое или психическое насилие. Если родители являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманием, если совершили уж умышленные преступления против жизни и здоровья детей или против жизни или здоровья супруга. И, безусловно, главный, наверное, пункт, который больше всего будет интересен слушателям, это уклонение от обязанностей родителей, в том числе и злостное уклонение от уплаты алиментов. Это зачастую более частый повод для обращения в суд, чем все остальное вместе взятое. Ольга, мне бы хотелось сейчас сначала выслушать слушателя, у нас есть звоночек в студии, а потом мы продолжим обсуждать ситуации, при которых родители могут быть лишены родительских прав. Лев на связи, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая ситуация... Алло, вы меня слышите, да? Да, я думаю, все наши слушатели вас слышат. Здравствуйте, у меня такая ситуация, значит, я развелся с женой 6 лет назад, у нас ребенок, мальчик годовалый. Они уехали из Москвы, они уехали из Смоленска, живут с новым мужем. И вот, то есть я ездил к ним постоянно к ребенку, но мне как бы постоянно запрещалось приезжать к ребенку, постоянно были какие-то препоны ставились, но это постоянно происходило. Вот, в прошлом году она ребенка разбила, ребенок практически, ну, выжил с большим трудом, он 6 месяцев находился в коме, вот, находился... Ну, врачи выходили, это, конечно, бог и врачи, но больше ничего не могу сказать. И мне, кстати, а из-за того, что я находился в больнице все 6 месяцев, провел практически, практически меньше, вот, а потом, когда я приезжаю, меня просто не пускают туда. И сейчас мне говорят, что через полгода, если я не буду появляться там, то меня могут лишить родительских прав. Это дело ясное, что дело темное, да? Вот, Лев, какая-то история у вас достаточно сложная. Я хочу, до того, как Ольга включится вот в ответ на ваш вопрос, хотела бы вам просто пару наводящих вопросов, точнее уточняющих задать. Шесть лет назад развелись, но ребенку год, правильно я поняла? То есть пять лет назад развелись, ребенку, когда развелись, ребенку был год. А, на тот момент был год, поняла, потому что... То есть вы записаны отцом этого ребенка, меня вот что больше всего обманывала. Да, да, я записан, да. В свидетельстве о рождении вы указаны как его отец. И сейчас ребенок проживает не с вами вообще в другом городе, новая семья у супруги. Вы полагаете, что ее действия привели к таким тяжким последствиям с точки зрения здоровья? Это доказано в судом и доказано... Расскажите, это что, приговор был? А, вы знаете, я... Так получилось, что за день до приговора ребенок пришел в себя. Я был настроен, на самом деле, очень жестко. Хотел я... Я, на самом деле, хотел ей, как бы... Ну, я хотел, чтобы ей хотя бы приговор вынесли. Вот. Но ребенок пришел в себя. И вот я, на тот момент, я находился с ребенком, он смотрел на меня, он долго не узнавал, а потом говорит, а где мама? И я, конечно, ну, не стал никакие эти... Нет, Лев, я сейчас конкретный вам вопрос задала. Есть ли приговор в отношении матери ребенка? Приговор, вступивший в законную силу? Есть? Нет, то есть, как называется... Вы примирились? Я свои претензии, как называется, убрал. Понятно. Отказались от обвинения. Да, я это сказал. Но все материалы последствий, да, все ее действия, все есть в милиции. Все это, как бы, лежит. Скажите, пожалуйста, а кто сейчас вам угрожает лишить вас родительских прав? Она же, она же, как бы, она же говорит, что я или фамилию поменяю, и через полгода имею право лишить родительских прав. Ну, понятно. Там, типа, какие-то есть такие лазейки в законе, которые позволят мне лишить себя прав. Которые позволят применить крайнюю меру наказания. Прямо так легко и просто. Лев, спасибо за вопрос. Давайте Ольгу выслушаем. Ольга, что скажет. Жайм и Лев, ну, единственное, что я могу сказать в данной ситуации. Ваша жена лукавит, говоря о том, что если вы полгода не будете появляться, там, и так далее, и тому подобное. В то время, как она к вам не пускает, вас лишат родительских прав. Конечно же, интересен вопрос еще, как был решен вопрос об установлении, там, графика общения. Был ли он в судом разрешен при разводе и об установлении места жительства ребенка. Ну, очевидно, что место жительства с вашей бывшей супругой было установлено. Далее, что касается ваших действий. Безусловно, я приветствую, несмотря не на все, ваше решение по отказу от обвинения матери ребенка в совершении тяжкого преступления в отношении ребенка. Объясню, почему. Во-первых, безусловно, ребенок воспринимает и маму, и папу одинаково. Вы для него равны. Во-вторых, для подобных ситуаций, для родителей, которые решительно настроены обвинить супруга бывшего или супругу в совершении тяжкого преступления, хочу сказать, позумайте о дальнейшей судьбе ребенка. Если в дальнейшем у родителей не будет лишен родительских прав, вы рискуете получить ситуацию, когда ближайший родственник ребенка будет судим. Безусловно, на карьере ребенка на будущее это не сказаться не может. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем делать такие действия. Я думаю, вам просто нужно будет с супругой установить график общения в судебном порядке, если она препятствует общению в добровольном порядке. И общайтесь с ребенком, это вполне возможно. Если не получается договориться по-мирному, можно пойти в суд. Установить график общения будете приезжать в определенные дни, которые будут, соответственно, определены согласно вашим интересам, интересам ребенка. Интересы жены будут также учтены, она, соответственно, тоже будет какие-то пожелания высказывать. И приезжайте, общайтесь спокойно с ребенком. Я вот, честно говоря, дополню немножко. Я более категорична. Вот Ольга находится в таком мягком настроении, юридическом, скажем так. Я в этом плане более категорична. Тем не менее, в любом случае, любые правовые, тем более жизненные решения должны принимать каждый человек сам за себя. Но я бы сказала, хотел бы сказать следующее. Дело в том, что в данной ситуации можно рассмотреть вопрос. Я не говорю, сейчас нужно обязательно с этим идти в суд или нет. Надо очень много информации получить для того, чтобы знать, стоит хотя бы или нет. И уж тем более сложно предугадать решение суда. Но тем не менее, если сам Лев, наш слушатель, он, к сожалению, уже не на связи, вообще в этом заинтересован, мне кажется, что возможно было бы рассмотреть вопрос об обращении не с иском, не о порядке общения, если она не дает ребенка, а с иском о порядке, а вообще о месте проживания ребенка. Потому что если у нас действие матери, неважно, был приговор или не было, да, понятно, что не существует некой бумажки юридической, которая была бы написана. Да, она виновата, но это не мешает суду рассмотреть реальные обстоятельства произошедшего. Тем более, если есть все документы следствия. Если действия матери, как мы предполагаем пока, да, повлекли столь тяжкие последствия для ребенка, то в данной ситуации тяжкие, не тяжкие, это тоже надо рассмотреть. Потому что если совсем тяжкие, я не понимаю, почему это частное обвинение. Это не должно было быть частным обвинением. Но еще раз говорю, что здесь нужно взять, собрать все документы, все ситуации, рассмотреть эту проблему уже вот вкупе более подробно с тем, что написано в бумагах. Но, может быть, имеет смысл рассмотреть вопрос о том, чтобы изменить место проживания ребенка, потому что я не уверена, что с той мамой, если действительно такая ситуация, как наши слушатели рассказывают, ему вообще, в принципе, безопасно для начала. Если слушатель не может, не готов или сочтет, что маловероятно, да, успех данного предприятия по тем или иным причинам, у него все-таки больше информации, чем у нас сейчас в прямом эфире, то в данной ситуации, я полностью поддерживаю Ольгу, нужно, если не дают ребенка общаться в добровольном порядке, нужно обращаться в судебном порядке. Более того, сейчас у нас закон с изменениями, который уже определенный период времени, кстати, действует, позволяет, если вы обратились в суд с требованием об определении порядка общения с ребенком, вы еще до того, как этот суд закончится, вы можете просить суд вынести некое определение и какой-то порядок еще до решения суда установить. По-разному суды к этому относятся, некоторые дают, некоторые не дают такую возможность, но, тем не менее, такая законная возможность предусмотрена, нередко суды изначально дают хотя бы мизерную возможность родителю общаться с ребенком, а потом уже исследуют все обстоятельства дела, материалы и выносят некое свое решение. Поэтому в данной ситуации превентивно все равно нужно пойти в суд нашему слушателю, как мне кажется, чтобы действительно потом вот эту нерадивую маму, которую саму-то надо вообще-то из того, что нам рассказали по телефону, понятно, что это может быть недостаточно, но мне кажется, что саму-то ее надо было лишать родительских прав, потому что я знаю, что Ольга сейчас, она так и неодобрительно кивает головой, но, тем не менее, если действия матери действительно повлекли такие тяжкие последствия для здоровья ребенка, я не вижу и не испытываю никакого сожаления, честно скажу, к таким родителям. Но, тем не менее, напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня обсуждаем тему лишения родительских прав, она достаточно сложная с точки зрения, наверное, корректных выражений, да, вот я уже чувствую, что Ольга готова со мной поспорить, она, я думаю, обязательно это сделает, но после того, как мы выслушаем новость о нашем слушателе, я напомню телефон студии, по которому можно позвонить, задать свой вопрос, потому что мы находимся в прямом эфире, телефон 6510996, код Москвы 495, также можно на сайт финам.фм, на страничку программы «Формулы права» написать ваш вопрос или ваш комментарий, рассказать ситуацию, связанную именно с темой программы, которую мы обсуждаем сегодня, это лишение родительских прав. Но я напомню, что у меня в студии Ольга Юрьева, руководитель юридической службы ОЗУ и КОВ «Партнеры», вместе с ней мы обсуждаем эту проблему, две минуты мы сейчас выслушаем новости, и после этого возвращаемся в студию, в прямой эфир и обсуждаем данный вопрос дальше. Мы продолжаем обсуждать тему программы сегодня, это лишение родительских прав. Я напомню, что мы в прямом эфире, телефон студии 6510996, код Москвы 495, можно позвонить, задать свой вопрос, либо написать вопрос, ситуацию, комментарий, на сайте финам.фм, на страничку программы «Формула права». Но у меня в студии находится Ольга Юрьева, начальник юридического отдела ОЗУ и КОВ «Партнеры». Ольга, мы, собственно, обсуждали следующий вопрос. В каких ситуациях вообще родитель может быть лишен родительских прав? И самый главный лейтмотив вообще всей этой темы и всей возможности к лишению родительских прав заключается в злостном уклонении от исполнения обязанностей родителя. Обязанности, они все есть у нас в семейном кодексе, в том числе одна из них – это уклонение от уплаты алиментов. Я думаю, что у нас очень много, хотел сказать, полстраны, но, конечно, не могу этого сказать, потому что не считал, не знаю, но огромное количество, к сожалению, неплательщиков алиментов. Кто-то злостный, кто-то незлостный, кто-то махнул рукой из родителей, просто уже не требует и не бежит к приставам и не бегает за этим другим родителем. Тем не менее, в каких ситуациях неуплата алиментов может привести в итоге к лишению родительских прав? И что нужно для этого сделать? Например, если уже все, точка кипения пройдена, и родитель четко решил, что хочет идти по этому пути? Хочется отметить, что просто неуплата алиментов не является основанием для лишения родительских прав, является основанием именно злостной неуплаты. Что может подтверждаться, в частности, тем, что родители неоднократно меняют место жительства, место работы, утаивают доходы, то есть в отношении неисполнения им обязанностей по уплате алиментов. Потому что нет денег, а потому что специально что-то делает. Да, потому что он специально это делает, это во-первых. А во-вторых, мне хочется отметить, что обязательно данный факт должен быть установлен судебным приставом в рамках введения исполнительного производства. То есть просто показания бывшей супруги о том, что вот он бегает, я точно знаю, не пройдет. То есть мы сейчас немножко возвращаемся назад и говорим о том, что если у нас есть, мы сказали, супруги, но я хочу сказать, что здесь может быть и супруг, и, в принципе, может вообще быть не супруг, а мама или папа, потому что это совершенно неважно. Да, у нас с точки зрения родительских прав и обязанностей. Но, тем не менее, у нас есть некий родитель, который живет с ребенком условный, который прошел точку кипения и решил, что он уже хочет привлекать к такой ответственности другого родителя, нерадивого. Соответственно, первое, что нужно сделать, если это еще не сделано, обратиться в суд за взысканием алиментов. Потому что вы сказали, исполнительный лист, да, он появится только после того, как суд вынесет свое решение именно по вопросу взыскания алиментов. Соответственно, суд вынес решение, решение вступило в законную силу, после этого мы получили в суде исполнительный лист, да? Да, совершенно верно. С этим исполнительным листом идем к какому приставу? К судебному приставу по местонахождению должника, нам известному последнему. То есть там, где вот этот нерадивый родитель зарегистрирован, прописан? Зарегистрирован, да, прописан. Что происходит дальше? Далее пристав возбуждает исполнительное производство. И, собственно говоря, первым шагом он вызывает на, скажем так, беседу нерадивого родителя, который не платит алименты. И выясняет у него обстоятельства, которые приводят к тому, что алименты мать ребенка или отец ребенка не получает. Безусловно, если родитель решил не платить, он на эту беседу не явится. Далее судебный пристав разыскивает имущество, на которое он может обратить взыскание. Здесь следует отметить, что у нас статья 855 Гражданского кодекса содержит испечерпывающий перечень имущества и очередность обращения взыскания на него. И первым в данном списке являются денежные средства. То есть, если даже у супруга там есть задолженность по алиментам, есть какая-то банковская карточка, судебный пристав на определенную сумму задолженность накладывает арест, списывает ее, соответственно, в пользу судебного пристава. То есть, если мы нашли счета какие-то, мы забрали эти деньги, выдали их в качестве алиментов тому родителю, которому, не обязательно супругу, да, еще раз подчеркиваю, тому родителю, который обратился с этим исполнительным листом, и у нас нет злостного уклонения. И у нас нет злостного уклонения, совершенно верно. Если мы не нашли деньги, нашли какое-то другое имущество вместо денег, это автомобиль, квартира или дом или что-то еще, если это не единственное жилье, да, ну и так далее. Да-да-да, на него также накладывается. Совершенно верно. Единственное, хочется отметить, что в случае, если жилое помещение реализуется в рамках неисполнения алиментных обязательств, то необходимо обращение в суд с иском об обращении взыскания на него в отношении недвижимости определенный порядок. Это же такая техника к исполнительному производству относится? Совершенно верно. Почему предупреждаю? Потому что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Я точно знаю, у него особняк трехэтажный, сейчас я туда въеду, потому что у него неисполненных обязательств на 25 миллионов. Такого не будет. Без судебного акта не уедете. Очень жаль, иногда хочется. К сожалению, да. То есть законодательство наше зачастую ставит препоны добросовестным взыскателям, но с этим ничего не сделаешь. Такая практика существует, закон говорит однозначно, судебный акт должен быть. Я вот, раз мы остановились немножко, Ольга, перебью вас с какой точки зрения, раз мы остановились на исполнительном производстве, хотя эта тема у нас уже была отдельной программой, я думаю, будет еще не раз, потому что это совсем отдельная тема. Очень много сложностей и проблем не только связанных с законодательным уровнем, сколько реально самой службы, на мой взгляд, судебных приставов исполнителей. От себя просто хочу сказать одно по практике. Очень часто действительно судебный приставы исполнителей очень сложно выполняют свои обязанности по конкретному исполнительному производству. Не потому, что у них какое-то негативное отношение к взыскателям, просто потому, что у каждого исполнителя может тысяча дел в производстве находиться. Физически не успевают приставы при таких ситуациях заниматься всеми сразу делами. И здесь очень важный какой момент. Если нашлось какое-то имущество, пока не нашлись деньги, а может и деньги нашлись, или квартира, или дом, тем более не один, или земельный участок, или машина. Ну что-нибудь нашлось. Нужно срочно бежать к приставу, стоять в очереди. Он сам этого может не сделать, потому что у него слишком много дел, чтобы это было хотя бы арестовано до того момента, когда вот то, что сейчас сказала Ольга, уже можно пойти в суд и там требовать обращения взыскания на конкретное имущество. Потому что в противном случае, пока вот эта вся процедура завертится, это не быстро. Человек может все это дело уже продать и дальше, дольше обратно это пытаться все раскрутить. Тем более в нынешнем законодательстве это вообще может оказаться нелегко. Обнаружится добросовестный приобретатель, и мы уже не сможем забрать никакое имущество. То, ради чего все должники и сделки заключаются. Соответственно, в данной ситуации первое, что нужно сделать, это наложить арест, а потом уже вот эту всю процедуру проходить, и мы на ней уже более подробно не будем останавливаться. Но нужно иметь в виду, что нужно с принципом постоянно контактировать, чтобы не упустить какое-то имущество из своих, мягко говоря, рук, если оно вообще было. Но мы предполагаем, что наш вот этот условный нерадивый родитель не имеет счетов, не имеет имущества, действительно не платит, может, не может, бегает, скрывает. Но ничего мы не нашли. Мы прошли эту стадию исполнительного производства, точнее на ней застряли в какой-то момент. Исполнительный лист есть, пристав есть, запросы были, ничего не нашли. Дальше, Ольга, что мы делаем дальше? Далее обращаемся в суд с заявлением о лишении родительских прав. Пристав в какой момент должен вот этот факт установить, о котором вы говорили? Пристав, скорее всего, выдаст постановление о невозможности исполнения судебного акта. Скорее всего, потому что зачастую они не очень любят выносить такие постановления, они просто, такие дела висят годами, а потом отсылаются в архив, и вы уже просто не поднимете вообще никаких документов. Поэтому моя убедительная просьба ко всем заскателям теребить приставы как можно чаще, чтобы дело не отправили в архив, писали запросы, и просто потом обратного пути у вас не будет. Вы в суд не принесете документов, подтверждающих то, что пристав в принципе вел розыск должника и вел розыск имущества. Нечем подтвердить будет, ради чего это все делали. И вы не подтвердите злостное уклонение от уплаты алиментов. А вот смотрите, сразу тоже я такие меточки условно для наших слушателей пытаюсь сделать. И для тех, у кого уже вот эта стадия, о которой мы с вами говорим, была пройдена, то есть было решение суда, был исполнительный лист по алиментам, исполнительный лист уже отдали приставам. И там где-то находится это дело в каком-то полувисячем вот таком состоянии, да. То есть, Ольга, правильно ли я понимаю, что сейчас, если у нас эти родители вообще задумываются над тем, чтобы, возможно, другого нерадивого родителя лишить родительских прав, то нужно сейчас тогда, пока даже они еще не решили, хотят они это делать, не хотят, но на всякий случай нужно бежать к приставам, смотреть, где же лежит это дело. И, может быть, удастся, чтобы оно не было совсем потеряно где-то в архивах. Да, совершенно верно. И просить копии всех документов, всех запроксов приставов, чтобы они были с печатью, с подписью пристава, который вел розыск. Кстати, между прочим, каждый взыскатель имеет право ознакомиться с материалами дела. Можно прийти с фотоаппаратом. Сейчас в каждом телефоне есть фотоаппарат, который в целом позволит сделать фотографии, и эти фотографии в суд тоже нередко можно представить. В суд можно представить, но не всегда эти фотографии являются точными и четкими. Это надо стараться. Да, поэтому моя рекомендация все-таки запрашивать у пристава, учитывая то, что фотография, это фотография документа с росписью, что приседает пристава, это все-таки належащим образом удостоверенная даже с новым лицом копия, на основании которой может быть вынесен судебный акт. А в случае, если вы представите фотографии, суд вполне себе может истребовать у судебных приставов дело, которое не найдется. Если у суда будут какие-либо сомнения в подлинности документов, вы просто, опять же, не докажете их подлинность. То есть первое, что нужно сделать, если у вас находится некое у пристав такое висячее дело, то нужно побежать туда, запросить максимум документов в копиях у пристава с печатями, пока они делают этой копии все равно, я настаиваю на то, что надо сфотографировать, это лучше, чем ничего. И, собственно говоря, потом уже можно, имея дома эту подборочку, можно думать, хочется ли обращаться в суд за лишением родительских прав или не хочется. А вот у меня еще вопрос такой, а на какой стадии вообще стоит ли, нужно или не нужно? У нас же есть статья уголовного кодекса, которая так и звучит, злостное уклонение от уплаты алиментов. Вот нужно ли для лишения родительских прав, чтобы у нас был судим, например, этот нерадивый родитель, да, и, с другой стороны, нужно ли суду вот такого рода доказательства, как приговор, в котором уже просто четко будет написано. Мне кажется, после этого приговора больше вообще никаких доказательств можно не приносить в суд, да, условно говоря. Вот, тем не менее, нужно ли это делать? И если нужно, да и если не нужно, как это сделать, Ольга? Вы сейчас имеете в виду неисполнение обязанностей? Уголовное дело, да. Уголовное дело. Дело в том, что в рамках этих дел, в рамках вообще неисполнения обязанностей, предусмотренных решением суда, у нас выходит с такими делами суд, судебный пристав. Они очень не любят это делать, поэтому, безусловно, для взыскателя, для того родителей, кто хочет лишить родительских прав, соответственно, на противоположную сторону, данный приговор будет плюсом, но его получить от адских трудов будет стоить и фактически нереально. Возможность такая законодательством предусмотрена, безусловно, сможете использовать. Есть у вас время и силы, главное, добиваться приговора, очень приветствуются. Если силы и времени нет, а чаще всего именно этого не хватает второму родителю, так как он занят, именно зарабатывание денег, чтобы обеспечить ребенка. Известить ребенка. Да. И получается, по той ситуации, когда мы ходим по кругу, возможность есть, но ее нереально осуществить, исходя из того, что родитель один несет бремя обеспечения ребенка. И, естественно, старается, как каждый родитель, наверное, родивый родитель, дать самое лучшее. И получается, если вы готовы платить юристам, адвокатам, чтобы представляли ваши интересы СССР, то есть, опять же, ввергать себя в дополнительные расходы, вы, безусловно, добьетесь успеха сами. Но это львиную долю вашего времени, съезд, который вы можете потратить на то же общение с ребенком. К сожалению. По моей практике, хотя я, кстати, согласна полностью с тем, что это огромных усилий стоит, но не согласна с тем, что без юриста и адвоката самостоятельно это нельзя сделать, да, просто если человек готов тратить эти усилия. Но вот те клиенты, которые приходят ко мне с вопросами о лишении родительских прав, их очень часто волнует вопрос, первый вопрос вообще, который задают. А вот когда вырастет ребенок, а он станет стареньким, ну, чаще всего он, я уж прошу прощения, может быть, и она, но ко мне просто не обращались. Тем не менее, сможет что, требовать содержания? Он же, или она, не видел ребенка, не слышал, не подходил, даже не знает вообще, как, что, чего выглядит человек маленький. И отвечаешь на этот вопрос, да, сможет, да, сможет. И вот это является двигающей силой к лишению родительских прав. Уже, наоборот, приходится с родителем разговаривать и рассказывать вообще все другие последствия, чтобы это решение было не эмоциональное, а взвешенное, я бы так сказала. Но вот именно этот вопрос нередко волнует родителей. Я напомню, телефон студии 651099, 6, код Москвы 495. Мы в прямом эфире, можно нам позвонить, ну, а мы сейчас выслушаем новости, вернемся обратно в студию, обсуждать лишение родительских прав. Мы продолжаем обсуждать сегодня тему лишения родительских прав. Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495. Мы в прямом эфире, можно позвонить, задать вопрос. И также написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формулы права», либо ваш вопрос, комментарий, рассказать ситуацию. Ну, а у меня в студии находится Ольга Юрьева, начальник юридического отдела ООО «Зуйков и партнеры». И мы с Ольгой этот вопрос обсуждаем. И, собственно говоря, хотелось бы, наверное, рассказать нашим слушателям не только то, как лишить родительских прав. Потому что у нас такая часть программы получилась воинственной немножко, да. Хотя я могу сразу сказать, что моя точка зрения заключается в том, что лишать родительских прав нужно действительно того родителя, который достоин, чтобы его лишили родительских прав. Если родитель достоин, то эта мера оправдана, нужная, и вполне вероятно, что действительно это нужно сделать. Если мы используем угрозы, вот у нас, кстати, слушатель звонил, Лев, угрозы, что мы лишим родительских прав, какие-то вот эти вот вещи для того, чтобы какие-то свои психологические вопросы решить, или для того, чтобы с родителем ребенка использовать это как рычаг давления. Они, кстати, очень часто это используют как рычаг давления, или же имущество, например, да, если у нас расходится семья. Вот это все абсолютно неоправданно, и я хочу нашим слушателям сказать и призвать, что в первую очередь, вне зависимости от того, какой двигатель в вопросе лишения родительских прав другого родителя возникает у одного из родителей, мы сейчас намеренно не рассматриваем ситуацию, когда органы опеки, попечительства, брошенный ребенок, оставленный в роддоме, лишают сразу двоих родителей, да, или одного, если второй неизвестен. Вот, мы не эту ситуацию рассматриваем, мы рассматриваем, когда у нас есть один некий условно хороший и условно нерадивый родитель. Вот в первую очередь нужно подумать о том, а нужно ли это вашему ребенку, да, потому что ребенок должен знать все-таки своего родителя и первого, и второго, возможно, должен общаться. Может быть, нерадивый родитель столь нерадив, что лучше не общаться, да, если это какой-то наркоман, совершенно жуткая социальная личность, какая-то преступник, опустившийся человек, то в этой ситуации это полностью оправдано. Но это каждый принимает такое решение сам. Ольга, вопрос у меня будет непростой. Я бы хотела нашим слушателям рассказать с точки зрения того, кого пытаются или кому угрожают лишить его родительских прав. Да, вот как сегодня нам слушатель звонил в данной ситуации. Как защищаться от этого, если человек считает себя родивым родителем? Да, может быть, он и допустил где-то какие-то, ну, ошибки, может быть, совершил, да, но все-таки считать, что он-то не достоин быть лишенным совсем родительских прав. Вот что здесь делать этому человеку? Как вести, может быть, свою защиту или что начать делать для того, чтобы не лишили его в будущем родительских прав? Как защищаться? Ну, уже само то желание родителя защитить свои права и не быть лишенным родительских прав, оно вызывает уважение и говорит о том, что человеку не все равно, и он хочет общаться с ребенком. Соответственно, во-первых, являться на судебное заседание, ни в коем случае их не пропускать, потому что молчание... Чистая одежда, да, в хорошем внешнем виде. В хорошем внешнем виде. Представлять документы, если, допустим, второй родитель ссылается на то, что ведет социальный, соответственно, образ жизни, пусть органы опеки и попечительства, которые являются стороной по делу, обследуют жилища родителя. Если ссылается на неуплату алиментов, представлять документы, согласно которым какие-то денежные средства, пусть даже из нерегулярных заработков, но на содержание ребенка выделяются. Или о каких-то сложных, таких жизненных ситуациях, в результате которых, ну, если уж совсем не платил у нас человек. Хотя платить-то надо, ребенок все равно кушает, даже если родитель работу потерял. Конечно, да, безусловно, бывает ситуация сложная, но представлять это все документально обоснованное основание, что не мог я в этот период платить. Допустим, человек находился в больнице с работой незаконно на уволе, и сейчас он восстанавливается на работе. Ну, действительно, заработков никаких. Тем не менее, подтверждать факты общения с ребенком, в том числе свидетельскими показаниями. Или факты, когда не дают общаться. Факты, когда не дают общаться, также подтверждать, соответственно, с показанием свидетелей, какими-либо записями, видеозаписями. Когда, допустим, бывает часто, там, второй супруг не открывает дверь просто на звонки и не дает общаться с ребенком. И, безусловно, если ребенок уже, собственно говоря, имеет возможность мыслить, находится в том возрасте, ну, там органы опеки и попечительства в любом случае будут опрашивать ребенка. Ну, налаживать связь с собственным ребенком. Война войной между родителями, но связь с ребенком должна быть у обоих. То есть, Ольга, я хочу небольшое такое резюме сделать для наших слушателей, что если родитель чувствует угрозу какую-то, хотя вот я сейчас говорю, мне самой неприятно тоже мама. Ну вот, но, слава богу, у меня таких вопросов не стоит. Но, тем не менее, если родитель чувствует угрозу, что, возможно, его будут лишать родительских прав, и он не хочет, чтобы это произошло. Если он раньше этого не сделал, не наладил связь с контактом с ребенком, не платил вдруг почему-то ему деньги, значит, это нужно начать прямо сейчас, прямо сегодня. Да, совершенно верно. Если не дают ребенка, а другой родитель не дает встречаться, значит, идите в суд сейчас, сегодня и говорите, что я хочу с ним видеться. Пусть один раз в год, я сейчас условно говорю, если суд сочтешь, то больше нельзя. Это уже пусть суд решает, но я хочу прийти первым в суд и сказать, я хочу видеться, мне не дают ребенка. Потому что потом сложно будет доказать, что ты не приходил и не хотел. А если человек уже такой суд провел, получил исполнительный лист, хотя попробуйте исполнить это решение, а не так формальность исполнил, отсидел судебное заседание, несколько штук, получил документы, и дальше к ребенку опять же не пошел. То есть попробовать с ребенком наладить контакт. В этой ситуации и органы опеки попчительства, опрашивая ребенка, собственно, ребенок что-то им скажет, в зависимости от возраста, возможно, да, как бы. Возможно, уже и в суде что-то скажет. Может, и в суде что-то скажет. И, собственно говоря, если вдруг у нас совсем ограничено и нет возможности общаться, но, по крайней мере, будут соответствующие документы о том, что как я пообщаюсь с ребенком, как ребенок скажет, что я хочу общаться с этим родителем, если полтора года, два года, три года не виделись, условно говоря, да. И, тем не менее, хочу еще раз напомнить, что даже если были какие-то негативные факты, из-за которых другой родитель хочет лишить родительских прав, ну, устраняйте эти факты уже сейчас, пока не подали и такой искус. Конечно, конечно. А вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, Ольга, про ограничения. Мы говорили про полное лишение родительских прав, ограничения. Что это такое? Какие последствия? Кратко только у нас, несколько минуточек. Ну, условно говоря, суд при наличии каких-либо оснований, которые не ведут к лишению родительских прав, может ограничить общение ребенка с родителем с одним из или, соответственно, там. Только общение или это каких-то других прав касается? Ну, по ограничению родительских прав, каковы последствия, если суд у нас ограничил в родительских правах? Не лишил, но ограничил. В чем заключается это ограничение? Ну, это ограничение в зависимости от того, в чем ограничили, соответственно, влечет какое-то, ну, либо, соответственно, ограничение общения, либо ограничение выездов там с ребенком за рубеж. То есть, ну, такого плана действия в зависимости от того, чего вменено судом. Поэтому, ну, достаточно редко. Вот на моей практике ни разу не встречалось ситуации. На практике тоже не было ни разу ограничения. Было либо лишили, либо нет, да? То есть, одно из двух. Ну, видимо, это происходит потому, что обычно сторона, которая решилась идти в суд с такого рода заявлением, она либо преследует цель идти до конца, а эта полумера, она, в принципе, неинтересна. И, безусловно, там с родителями, ведущими социальный образ жизни или страдающими хроническим алкоголизмом, эта мера тоже оправдана, когда ограничивается на периоды, допустим, когда там родитель находится в состоянии там запоя, например. Пока он такое заболевание не имеет. Если выздоровеет, так потом можно отменить. Кстати, еще раз хочу нашим слушателям напомнить, что и ограничения лишения родительских прав в данной ситуации, ну, не в данной, а вообще в любой ситуации, могут быть. То есть, они имеют обратный ход. Они также в судебном порядке могут быть отменены, одна и другая мера. Если отпадают и устраняются те обстоятельства, которые привели к тому, что эту меру применили. И хотел бы еще раз для наших слушателей подчеркнуть, я знаю, что в этом меня Ольга поддержит, когда речь идет о лишении родительских прав, в первую очередь действительно нужно думать о ребенке и о том, насколько это будет правильно для ребенка, не для вас, не для родителя, который, возможно, имеет какую-то обиду, например, на другого родителя. Да, это очень часто у нас смешивается личностный такой фактор, а ребенок остается за бортом вот этих межличностных отношений и играет роль, собственно, ну, скорее, какого-то весомого аргумента, да, а не собственной личности со своими интересами, которыми, ну, между прочим, не только законом, вообще-то, и, мне кажется, и мораль общества, все-таки интересы ребенка в данной стадии и в данной ситуации ставят выше собственных желаний. Что считаете, Ольга? Я с вами абсолютно соглашусь, уважаемые родители, я вас призываю вот к чему, как бы предвосхищая ситуацию, понимаете, в суд с заявлением о лишении родительских прав обращается один родитель, второго лишают. Подумайте, что вы можете сказать ребенку, когда он вырастет и спросит вас, мама или папа, а почему именно ты обратился в суд с лишением родительских прав в отношении моего второго родителями? Если у вас будет, что ему ответить, ответить аргументированно, без эмоций, тогда нужно делать. Если нет, не делайте этого. Ольга, спасибо. Я напомню нашим слушателям, что обсуждали мы вопросы родительских лишений, точнее, родительских прав. Коротенькое эссе, у нас буквально минута. Лишение родительских прав подразумевает в себя лишение именно, как прямо говорится, только прав, но не обязанностей. Алиментные обязанности сохраняются. И все обязанности, собственно говоря, родители, которые имеются у нас по закону, они все продолжают действовать, но при этом родитель полностью лишается прав и не только в рамках семейного законодательства, но в том числе и вплоть до наследственных прав. У нас лишаются родители и не может родитель требовать, чтобы его ребенок, когда ребенок вырастет, а родитель станет старенький, лишенный родительских прав, чтобы он его содержал, например, как один из вариантов. Лишенного родительских прав родителя не нужно спрашивать, согласен ли он на усыновление удочерения ребенка, в отношении которого он родительских прав лишен. Лишение родительских прав может быть отменено обратно судом, то есть родитель может быть восстановлен в правах. Ну и это действительно крайняя мера, когда речь идет о том, применять эту меру или нет, обращаться в суд или нет. Всегда нужно подумать, а к чему это приведет именно в отношении ребенка. Я напомню, что у меня в студии была Ольга Юрьева, начальник юридического отдела ООО «Зуяков и партнеры». Обсуждали мы тему лишения родительских прав. Напоминаю также, что программа «Формула права» выходит в прямой эфир каждый четверг в 11 часов утра. Ну и напоминаю, что мы обсуждаем разные темы. Сегодня у нас была семейная, бывает бизнес. Слушайте нас, возвращайтесь с нами в эфир. Спасибо. Спасибо.